Когда мы ее задумывали, конечно, самое первое, что я делала, я послала к Евгению Николаевичу, попросила у него список тех предприятий, которые, ну, как бы, стали на режиме активного взаимодействия. И целью нашей встречи сегодня является, конечно, обменение о том, как, вообще, как можно сделать лучше подготовку наших выпускников. И вот таким толчком, очередным, для того, чтобы мы собрались, в конце концов, хотя бы обозначили эту проблему и обменялись, вернее, толчком, явилось то, что без конца сейчас технические вузы, так сказать, нервидуют, прямо скажу, тезисом о том, что мы, наши специальности, это непрофильные для вуза, что их надо закрывать, уменьшать, именно по этому пути и идут, кстати говоря, наши в том числе и министерства, уменьшать нам количество часов и так далее, и так далее, и так далее. И мы не благодаря, а вопреки вот этой политике, мы все равно стараемся внедрять и новые программы, и новые технологии, и новые какие-то возможности в наших отношениях вот с вами, с нашими работодателями, с потребителями нашей продукции. Поэтому вот еще раз, именно с этих позиций я хочу сказать вам всем огромное спасибо, что вы откликнулись. И это вот явилось, так сказать, актуальной причиной, которая нас собрала. Теперь немножечко о том опыте, который мы накопили за эти 20 лет, и опыте, в который вот даже одобрый, даже господин Сарычев, уходя, сказал, да, вот ты там что сделаешь, ты то делай. Да, нехорошо. Но я понимаю, я очень, я уважаю его мнение, и понятно, боль его, это очень боль, конечно, состоящая в том, что действительно нет, нет таких кадров, которые можно взять прямо сразу, сразу же из института со студенческой скамьи, скажем, посадить там в конструкторское бюро, посадить сразу там, я не знаю, куда-то еще на какое-то место, и сразу же получать результат. Вот в его случае это не получается. А вдруг вот, так наоборот, наоборот, почему не получается, что можно сделать в рамках вуза, в наших отношениях, чтобы все это получалось. Так вот, еще одна составляющая, о которой сегодня, ну, меньше говорили, и которая все равно тоже находит одобрение в личных беседах, по крайней мере, с нашими работодателями, это, конечно, умение общаться. Это та, так называемая, коммуникативная составляющая, которая включает в себя не только общение на своем языке, общение с коллегами, конечно, социально адаптирующая какая-то тоже элемент обязательно содержит. Ну, и, конечно, иностранный СИИ как средство издекрации в международное сообщество, как средство осознания себя на самом деле. Ну, вот, правильно, социально полезной личностью, я полностью поддерживаю Марию Алексеевну, которая сегодня, ну, я считаю, что замечательно вообще вспомнила, напомнила всем нас и нам о том, что вот эти ценности, действительно, они у нас были, забыли, сейчас подхвачены уже, там, той же самой Америкой, ну, а вы, там, сказать, наоборот, как бы берем за пример отражания то, чего они назвали. Так вот, программа, которую мы можем вам предложить, уважаемые коллеги, все-таки немножко, чтобы вы чуть-чуть знали о том, что у нас есть. Значит, у нас на факультете, во-первых, для того, чтобы усилить вот эту коммуникативную составляющую, и чтобы иностранный язык не был уж совсем таким иностранным для наших выпускников, в основном, да, менеджеров это мы делаем, мы вводим дополнительно, то есть вместо двух часов, которые по программе министерства нам отвело, мы имеем возможность дать им 10 часов иностранного языка в неделю студентам, нашим менеджментам, именно по этому Филипп Моринс сидит на нашей, потому что, как сказать, читает инструкции и так далее, потому что они не только могут их понять, понять технически, понять экономически и еще просто понять на языке, понимаете? То есть это безусловно. И, конечно, для наших экономистов, для менеджеров есть еще одна уникальная возможность. Эту возможность нам предоставила наше партнерское университет из Норвегии, и уже 20 лет они пактуют правительство Норвегии, и пактуют наших российских студентов на дополнительное образование в рамках магистрской программы европейского типа. И, соответственно, эти ребята, потом возвращаясь сюда, они также занимают замечательные, прекрасные места уже в нашей экономике, в экономике нашего города. Один из них, вот сегодня, мы даже как-то немножко пропустили, вот так получилось, что в рамках нашего юбилея, даже его и не в низкой списке, в частности, Мадрилов Михаил, выпускник таких программ, он сейчас стал главой телекома. Но это только один из них, вообще на самом деле, выдающийся тот, кто в этой позиции в бизнесе, занимают многие выпускники этих программ. Вот это еще один. Далее, что еще в этих рамках? В рамках вот такой представления свободы общения или выработки навыков свободы общения мы дают. С 2000 года наш университет лицензировал у себя уникально. Мы никогда были первыми, кто вообще в городе открыл это. Даже мы были раньше, чем университет Герцена. А открыли программы лимфтики и новой информационной технологии. Опять, почему? Потому что потенциал нашего вуза позволил нам это сделать. Лингвистика и вообще как-то лингвистика. Лингвистика вообще на тот момент уже у нас была разбита очень лично. на период, причем выгодил коллектив, представитель перерывался на менеджменте на экономике, вот на этих ребятах. И соответственно составляющая техническая, информационная. Это вообще не надо рекламировать на менеджменте, это понятно, что это то, на чем менеджмент выслал в том числе приобрел. И поэтому вот эти сильные составляющие позволили нам тогда открыть вот это все. Выпускники востребованы очень, работают референдами в других фирмах, дипломы вообще очень тоже интересные. Я сейчас не буду очень много об этом говорить, просто говорю о том, что вот это стало тоже возможным. И поэтому сегодня мы надеемся очень, что с вашей поддержкой военвехи все-таки будет поддержана вот эта работа, которую мы 20 лет ведем. В подготовке кадров экономического, управленческого, лингвистического профиля с инженерными компетенциями. Потому что только здесь такая, ну вообще только в техническом обучении, и, конечно, и другие там в двойной тени, и я не веду, только у нас это такой симбиоз, такая симбиоз, а образование вообще не возможно. Если бы мы были, я бы объяснил, мы говорили бы сейчас в рамках экономического, и говорили бы о том, что куда надо принести инженерную часть, то это было бы сделать гораздо сложнее. Потому что, как все знают, для инженерного образования нужны лаборатории, оборудование и так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов, в техническом вузе это есть, это все есть, и компетенции, которые тоже есть у нас, и почему же не использовать, и почему же не поддержать вот такую вот, как сказать, на нашу вот такую инициативу, которую 20 лет уже мы, в которой мы приемлемся одни 20 лет, 21 год уже, да? Поэтому у меня большая просьба вам, пожалуйста, помогите нам это сделать. Спасибо за то, что вы откликнулись. Я вижу, что это и ваша боль, и тоже забота. И поэтому я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И сейчас я думаю, что если наши заказчики, которые записались, они уже, да, все закончились, но, конечно, мы еще не расходимся, время у нас есть, и, конечно, во-первых, кто-то, может быть, хочет из тех, кто уже выступал, как бы, ну, в смысле, и ответить, может быть, на какие-то реплики и так далее. Кто-то хочет, может быть, какую-то реплику и так далее. И я знаю, я зову только вашей новостью, я знаю, что мы у нас на этом не стали все время. Мы не записали, как поступать. Евгений Николаевич.